В результате аварии на финальном заезде Кубка России по автокроссу погиб судья соревнований, стажер получила серьезные травмы. Оба арбитра находились на вышке, ее буквально снес один из автомобилей. После столкновения на трассе машина потеряла управление, вылетела на обочину. В каком состоянии сейчас находится пострадавшая, грозит ли наказание экипажу гоночного автомобиля? Все подробности у Тахмена Танисовой. Елена Першина, сестра пострадавшей, рассказывает, Наталья по-прежнему в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, разрыв селезенки и печени, сломано плечо. Девушка пострадала во время финального заезда во второй день турнира. После первого даже успела разместить в социальной сети фото. Ее родные были шокированы дважды. Сначала трагедия, а потом действия мошенников, которые попытались нажиться на чужом горе. Ночью в сети появился фейк под видом племянницы. Кто-то пытался собирать деньги, ни в коем случае не сдавать все реквизиты. У меня есть на странице. Я сегодня утром встретила действительно с ее племянницами в больнице. Они сказали нет, ничего такого подобного не было. Спустя сутки после трагедии на месте остались личные вещи Натальи. На земле лежат темные очки. День был солнечный. Авария произошла здесь. Судейская вышка сделана из металла. Ее основания, которые забетонированы, вырваны. Удар пришелся по крыше, поэтому даже шины, которые выставлены в виде ограждения, не помогли. Наталья была стажером и находилась на вышке не одна. Вместе с ней был арбитр, 54-летний Василий, который погиб в машине скорой помощи. По словам коллег, автомобилями мужчина увлекался с детства, но сам спортсменом не был. Его мечта – войти в Омскую бригаду, которая обслуживает российский этап «Формулы-1» в Сочи. До ее осуществления оставалось совсем чуть-чуть. Нужно было отсудить соревнования, этапы, как раз это этап Кубка России, официальные соревнования, где ставится зачет, что ты отсудил чемпионат области, чемпионат города, чемпионат Российской Федерации. Был на посту на одном, на втором. На следующий год, в 2017 году, у него бы хватило всех своих судейских категорий для того, чтобы попасть в группу. ЧП произошло во время финального заезда. Два автомобиля столкнулись на трассе. И один из них вылетел на судейскую вышку, которая, казалось бы, стояла в безопасной зоне внутри поворота. Но именно из-за аварии гоночный кар изменил траекторию. Конечно, можно сказать, что давайте поставим видеокамеры и будем смотреть в эти камеры. Но судьи должны находиться на трассе, поскольку все, что угодно может произойти, те же столкновения. И у них должна быть возможность подойти и спасти пилота. Мало ли что, возгорание или еще что-то. Родные Натальи просят о помощи Амичей. Кроме финансовой поддержки, девушка нуждается в донорстве. Сдать кровь можно в горбольнице имени Кабанова. А если у вас нет городской прописки, то в центре крови, который находится по адресу улицы Магистральной, дом 33. Подойдет любая группа. Перед сдачей нельзя употреблять алкоголь, сигареты, а также есть жирные и молочные продукты. А можно ли было избежать трагедии, теперь выясняют надзорные органы. Следственный комитет России по Омской области уже возбудил уголовное дело. Тахмин Атынысова и Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.